Эта неделя, последняя перед наступлением китайского нового года по солнечному календарю. В субботу, 4 февраля, произойдет сразу смена сезона. Сезон дерева весны сменит сезон воды зимы. Смена месяца. Месяц тигра придет на смену месяца быка, и смена года. На место водяного тигра в мир прискачет водяной кролик, или иными словами, придет новая энергия, инь воды и инь дерева. Время переходов энергии считается нестабильным. Энергии смешанные могут проявляться весьма неожиданно. В мире царит анархия. Это тем более верно для времени перехода в Новый год. Если нам предстоят важные дела, которые требуют тщательности, аккуратности и серьезного контроля, их лучше не начинать делать в эти дни. Риски того, что все пойдет не по плану, заметно увеличиваются. А в остальном неделе выглядит весьма себе благоприятной, с парочкой очень неплохих дней для приятных встреч с друзьями и шопинга. В понедельник дела будут идти со скрипом. Энергии дня находятся в состоянии штиля. А это не очень хорошо для того, чтобы активно двигаться и реализовать разные планы. Имейте в виду, все, что вы затеете в понедельник, будет держаться исключительно на ваших усилиях. И если энергии завались, то можно и поактивничать, а если вы на подсосе, то лучше понедельник провести в лайт-режиме. Лучшее занятие для этого понедельника – медленное врастание в рабочий ритм. Посвятите день плановому приведению в порядок рабочего места, вычищению рабочей почты, планированию недельных задач. Не стоит переутомляться и ставить трудовые рекорды, сегодня они могут вам обойтись довольно дорого. Однозначно не стоит в понедельник отправляться к докторам. Особенно делать операции. Могут быть осложнения, неправильно поставленные диагнозы, ошибки. Понятно, что это не касается экстренных случаев, здесь надо полагаться не на астрологию, а на рекомендации докторов. Для людей с лошадью в карте рекомендации по поводу неблагоприятных аспектов дня наиболее актуальны. Во вторник энергии придут в движение. Главное их свойство в этот день – потенциал для свершений. Во вторник имеет смысл заняться очень важным и часто недооцененным действом, тщательным планированием вашего будущего. Обязательно выделите во вторник время на то, чтобы как следует помечтать. Обсудите с партнерами, близкими, то, как вы видите ваше ближайшее и далекое будущее. Поставьте цели и задачи, наметьте путь и начертите маршрут достижения ваших целей. Энергии дня благоприятны для системной, уверенной работы над созданием лучшего будущего для вас и ваших единомышленников. Не стоит во вторник заниматься срочными и требующими быстрой реакции делами. Не самое лучшее время – это и для покупки или продажи недвижимости. Эта неделя вообще для сложных и дорогих покупок не самое лучшее время. Люди с козой в карте будут в понедельник ощущать повышенное внешнее давление. Не нервничайте так, используйте его во благо, для того, чтобы сдвинуть что-то в своей жизни. Среда предназначена для предновогодней уборки. Энергии предоставляют последний шанс оставить в прошлом году все то, что вам мешало или отжило свое. Это касается как вещей физического мира, так и мира эмоций и отношений. Разрешите себе войти в Новый год чистыми и обновленными. В среду рекомендуется заняться генеральной уборкой, очистить и помыть пространство вокруг себя. Когда будете убираться, обязательно представляйте, что вы метаете и вымываете из своей жизни все страхи, болезни, неприятности, токсичные отношения, обиды, зависть и ревность. Это все как слой серой пыли, покрывающий вашу жизнь. Как только пыль эта убрана, пространство вокруг вас засияет новыми красками и возможностями. Кроме уборки физического пространства, день также предназначен для наведения порядка в отношениях. Воспользуйтесь помощью энергии и завершите токсичные связи, неприятные вам отношения и непродуктивные партнерства. В этот день вам это будет гораздо легче сделать, чем когда-либо. Не стоит в среду начинать новые, направленные в будущее дела, отправляться в большие путешествия, стартовать строительные проекты и ремонты. Есть вероятность потерь денег и документов. Наиболее подверженными негативным аспектам дня могут быть люди с обезьяной в карте. Все ближе и ближе Новый год, все хаотичнее и веселее жизнь. Четверг даст возможность сделать кое-какие важные дела, не без кочек, конечно, но куда нам без них. Энергии четверга настроены на прокладывание новых дорог и придумывание новых проектов. Пользуемся на здоровье. Планируем на четверг, новоселье и церемонии открытия, подготовку к большому шоппингу, работу с документами, согласование перед подписанием больших контрактов, подписываем на следующей неделе. Главное, стоит помнить, что все результаты вашей деятельности в четверг будут умножаться, и лучше бы направить внимание на созидательные, а не разрушительные действия. Неблагоприятно в четверг брать кредиты, ссориться, ходить по судам, жениться и особенно лечиться. С посещением докторов стоит повременить, если есть такая возможность, до следующей недели. Выход на новую работу и переезд тоже лучше перенести на другую дату. Вероятны срывы планов и договоренностей, а также мелкие бытовые травмы. Людям с петухом в карте в четверг может быть не очень комфортно. Они будут излишне нервными и чувствительными, что может привести к травмам. Главное в этой ситуации, поймать состояние невозмутимости. В пятницу работать не захочется, категорически захочется отдыхать. Это и понятно, предпоследний день в году, это очень истощенная ци, как сказали бы китайцы. Энергии так мало и она такая слабая, что делать что-либо трудозатратное очень сложно. Но мы уже умные, и знаем, что лучше энергиям не противоречить и если суждено отдыхать, будем отдыхать. Единственное занятие, кроме ничего не делания, которое будет в пятницу эффективным, это построение планов. Можно и нужно предаться местам и размышлениям о том, как спланировать вашу жизнь и чтобы такого героического свершить в наступающем году. И не важно, что сегодня энергии нет, после наступления месяца тигра она удивительным образом появится, вот увидите. А там и планы заранее расписанные пригодятся. Не стоит в пятницу начинать дела и проекты, на которые вы делаете ставку, и от которых зависит ваше благополучие в будущем. Хилые отцы дня только навредит их реализации. Отложите на будущую неделю выход на новую работу, подписание контрактов, переезды, ремонты и тому подобное. Не совершайте больших торговых сделок типа покупки или продажи недвижимости, стоит прицениться, наметить и посмотреть. Но покупать нужно в благоприятное время. Для собак день будет излишне нервным, люди и обстоятельства будут давить, по крайней мере, так вы будете ощущать этот день. Не нервничайте, все устаканится. В субботу произойдет смена сезона, года и месяца. Наступит год водяного кролика и откроется он месяцем деревянного тигра. Дни глобальных смен энергии, как правило, очень нестабильные, суматошные и противоречивые, потому их рекомендуется проводить в состоянии плыву по реке, куда она несет, смотрю в небо и радуюсь. Радоваться, обязательное условие. Обязательно устройте в субботу праздник встречи нового года. В чистом доме зажгите свечи, накройте стол и пригласите за него самых близких и родных вам людей. Украсьте свое пространство красными гирляндами, красный цвет – это цвет стихии огня, счастья и оптимизма. Хорошо праздновать в такой день свадьбу или помолвку. Правильно, дарить подарки и благодарить всех, кто вас окружает за то, что они принимают участие в вашей жизни. Рекомендуется также загадывать и проговаривать вслух желания и пожелания на Новый год. Пусть встреча новых энергий будет самым важным делом этого дня. В воскресенье будет много энергии для новых дел. Не стоит сидеть на месте, используйте новые силы для того, чтобы заложить фундамент благополучия в году. Благоприятно заниматься всем, что будет иметь долгосрочное воздействие на вашу жизнь. Хорошо и правильно, заняться обустройством дома, пересадить растения, взять из приюта собаку или кошку. Благоприятно праздновать свадьбы и помолвки, дарить и принимать подарки, совершать сделки по покупке и продаже недвижимости. Главное, ваши дела должны быть большими, для вас самих, и значимыми. Не стоит в этот день отвлекаться на мелкие и срочные задачи, можете понапрасну растратить силы на незначительный в итоге результат. Переезды и ремонты – тоже не дело этого воскресенья. Люди с крысой в карте дня могут быть излишне эмоциональны и вспыльчивы. Не вступайте в конфликты, практикуйте самоуспокоение. Всем удачной недели и благополучного Нового Года! Субтитры создавал DimaTorzok